Питца церкви впервые. Вот, Эпипа не любит себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох Эпифан. Итак, следующий урок. Мы остановились на Иоанна 14 главе. О том, что Иисус сказал, что Он даст нам помощника. И это очень-очень важно. Учиться иметь взаимоотношения с вашим помощником. Аминь. Строить эти взаимоотношения с Господом. Потому что Он покажет вам глубинные вещи. Он научит вас. Он будет направлять вас. Он скажет вам, когда говорить, а когда не говорить. Когда идти, а когда не идти. Итак, ходатайство. Когда мы ходатайствуем, мы поражаем сатану. И это наше право как церкви. Как общины. Ифисянам 3 глава, 10 стих. Ифисянам 3, 10. «Дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». И сейчас мы подведем короткий итог всего того, что мы до сегодняшнего момента дошли и изучили. Мы как ходатай имеем царско-священническое помазание власть простите, царское проявление власти и священническое проявление силы. и мы правим и мы служим в продвижении, в приближении победы, которая была совершена на кресте. Мы продвигаем эту победу, которая была совершена на кресте. Вот что делает церковь, чем она занимается. Ходатайство это продолжение того, что делал здесь на земле Иисус. «Мы стоим как посредники между Богом и человеком или между Сатаной и человеком и у нас есть цель привести мир к Господу, людей из мира к Господу через Иисуса и, опять же, продвинуть эту победу, совершенную на кресте». Так что сейчас у нас с вами есть основание положенное и мы знаем, что нет другого ходатая, как Христос и все наше ходатайство идет через Иисуса. Аминь. Всегда через Него. Аминь. И это еврейское слово «пага», которое означает «ходатайство». Давайте разберем, когда у вас есть одно слово на иврите вы можете иметь целый параграф описания, что оно может означать. И это слово «пага» имеет очень много значений. И это описывает многие различные пути ходатайства. Или, например, человек идет уже к Господу, и ему необходимо спасение, и это идет ходатайство одного образа. Или, например, давайте представим, что я в ресторане. И я жду официанта. Я ожидаю. И тут я понимаю, что она не спасена, неверующая. И я начинаю задавать Духу Святому вопрос. Я понимаю, что ты хочешь спасти ее. Какова моя часть в этом? Как я должен сделать? Что я должен сделать, посеять семя сейчас или уже пожать урожай? Я очень часто бывал в таких ситуациях, когда я находился в ресторане, и вот подходили люди, и они как виноградина спелая, которая готова уже упасть с ветки, или как яблоко, которое готово сорваться с дерева, переспевшее. Они просто подходили и с воплем на глазах говорили, я хочу спасения! Всегда хотелось бы, чтобы так легко было. Но мы знаем, что есть разные сезоны. Кто-то сеет семя, кто-то поливает, а кто-то пожинает урожай. И иногда ты пожинаешь там, где ты вообще нигде не сеял. И иногда ты сеешь, и не знаешь, кто и когда пожнет это. Но это не важно. Ты должен хотеть делать только то, что Бог тебя призывает и хочет, чтобы ты сделал в этот конкретный момент времени. Поэтому нам необходимы вот эти тесные взаимоотношения с Ним. Нам необходимо понимать, что происходит. Иногда я просто хочу посидеть и отдохнуть, и не хочу людям говорить о Иисусе. Но если у Духа Святого совсем другая идея, то для тебя это плохо. Иногда я сижу и говорю, Господь, что на самом деле? Вот сейчас, да? Я, например, просто хочу посетить какое-то место. И вдруг перед тобой какой-то человек, и он полон бесов. Я имею в виду, в Индии, когда я жил, просто люди, одержимые бесами, каждый день были на пороге моего дома. Каждый день. Их приводили просто ко мне к дверь под мой номер отеля, где я жил. Стук в дверь. Вот, пожалуйста. Можешь помочь? А человека перекашивало от действия бесов. Давай, будем изгонять бесов. Аллилуйя. 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 Одно из двух вещей. Одно из двух. Одно из двух. Или мы приводим человека к Богу. Но иногда перед тем, как привести человека к Богу, нам надо разобраться с дьяволом и выгнать дьявола из человека. Аминь. В конце прошлого года я был в Израиле. Я был в мессианской общине. И тут заходит в мессианскую общину молодой человек, и он весь, просто весь увешан сережками, кольцами. И он прошел мимо меня, а я такой стою и говорю, о, Господь, что ты с ним собираешься делать сегодня? Я проповедовал. И после проповеди его мама подвела его ко мне. И она говорит, помолись за него, пожалуйста. Я начал возлагать руки на него, а он весь полон бесов. И вы знаете, дьявол не любит, когда вы пытаетесь возложить руки на такого человека. Он упал на землю, его глаза закатились, и он весь трясся. И было очень много проявлений. И со мной было два брата верующих. И они очень хотели научиться, как изгонять бесов. Я говорю, вот, учитесь. И они начали молиться, во имя Иисуса, во имя Иисуса. И чем больше они молились, тем хуже ему становилось. И они такие, что же делать? Я сказал, сделайте так, чтобы он посмотрел на вас. Чтобы он увидел Иисуса в ваших глазах. И когда он посмотрит вам прямо в глаза, спросите, ты хочешь быть свободен? И если он ответит вам да, тогда вы скажете дьяволу, пшел вон во имя Иисуса, и он уйдет. И они сделали так, и он был свободен. И он встал. И его мама сказала, завтра он направляется обратно в Украину, на восток, там, где война. И я был так печален. И я сказал, Господь, мы выгнали дьявола, а сейчас он пустой. И мы посылаем его обратно, там, где война. Все, что я мог представить, это, что он наберет еще больше. И я прикоснулся к этому моему новому брату и сказал, будь наполнен Духом Святой. И я никогда не видел, чтобы кого-то наполнял Дух Святой так много и быстро. Он стоял, и он просто мгновенно, плашмя, упал на землю. И он мгновенно вскочил обратно. И он говорил на языках. И я спросил, на каком языке он говорит. И мне говорят, нет, это не русский и не еврей, он на языках говорит. Он мгновенно был наполнен силой Духа Святого. Но я почувствовал сострадание Иисуса, который не хотел его пустым отправлять в АТО. Есть две части ходатайства, которые вы совершаете. Это изгнание бесов и привод людей к Богу. И не всегда это так быстро, как в этот раз было. Но он улетал в Украину на следующий день, поэтому ему пришлось такой быстрый урок пройти. Но Бог знает, кто из нас, в чем имеет нужду. Итак, ходатайство, ваше ходатайство. Это... Ваше ходатайство или продвижение встречи Бога с человеком. Или часть вашего ходатайства — это встреча с врагом и высылка его подальше. Что Иисус говорил? О себе, что слова, которые я говорю, есть Дух и Жизнь. И то же самое будет с вами. Мертвое слово никуда дьявола и бесов не выгонит. Но когда у вас есть Слово от Господа, меч, и с помощью Духа, дьявол просто вынужден будет уйти. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Мы становимся через наше единство со Христом частью Божьего плана. Когда мы работаем с Ним, мы часть Его плана. Можете спросить, как работать с Богом? Стань частью Его плана. Аминь. В построении Царства Божьего. Будь Его частью. Не для себя самих. Это Его Царство. Это Его Церковь и Его община. Это Его люди. Мы только помогаем. Потому что у нас есть Он внутри. И мы делимся тем, кто Он есть. Итак, наш голос этому миру это было, как в Библии написано, придите и посмотрите. Они сказали, что все хорошо от Назарета? Помните, есть ли что доброе, может ли выйти из Назарета? И ответ был, придите и посмотрите. Придите и посмотрите, что Иисус делает. Позволь мне показать тебе. Аллилуйя. Аминь. У нас взрывная сила динамита. Мы ее имеем. Тот, кто пребывает в нас, имеет силу. И вы есть храм Духа Святого. И написано, что Он не движется, не дышит там, где построено руками человеков, там, где человек построил. Но Он движется в вас, Он дышит через вас. Он дышит внутри вас и движется внутри вас, а не в храмах, построенных людьми. Не важно, куда вы направляетесь в этом городе. Вы храм Божий. Аллилуйя. Не важно, если вам придется покинуть это место через два месяца. И, может, несколько месяцев вам придется на берегу моря встречаться. Или пару миллионов долларов придет на здание уже. Я просто призываю эти денюжки. Где бы вы не встречались, вы храм Божий. Вы дом Божьей энергии. Силы Божьей в церкви. Она внутри вас. Аллилуйя. И мы провозглашаем это, что Иисус пришел разрушить дела дьявола. Разрушить работу дьявола, просто изгнать его. Когда вы включаете свет, тьме приходится уходить. Аллилуйя. Свет. И вы провозглашаете, что вещи более не связаны. Вы разрываете контракт. Больше этого не будет. Вы провозглашаете это. Дьявол, ты больше не имеешь никакого контракта в этом человеке. И вы просто связываете человека, который одержим бесами. Вы связываете этих бесов, вы изгоняете их вон. И говорите, а ты больше не имеешь силы здесь. Он тебе не принадлежит. И у вас есть на это право. И чем больше вы будете практиковать это, тем более успешными вы в этом будете. Вам надо продолжать это делать. Продолжать практиковаться. Аминь. Я достаточно в экстремальных ситуациях бывал. Потому что я искренне во все это верю. Я верю, что это работает. И мы были в одном пробуждении, и многие люди получали свободу. У нас было церковное служение практически каждый вечер на протяжении более чем двух лет. Посреди... Это было в сельской местности, за городом, посреди пустоты. Там, где коровы гуляют, и поля кукурузы. У нас не было никакого знака, никакого имени, ничего не было, определяющего, где мы. Но сотни людей приходили каждую ночь, каждый вечер. И приводили других, и каждый получал спасение и освобождение. И однажды я вышел из своего дома, и я увидел небольшие такие кучки небольших камней. И они как стрелками указывали на мой дом. Я сказал, «Господь, что это такое?» И ответ был, «Это ведьмы, они пришли за тобой». Потому что столько людей получило освобождение, и они очень расстроились. И поэтому они вот наколдовали тут вокруг тебя. И я работал с людьми на улицах, с бездомными людьми, и многие были у меня в доме. И ко мне однажды пришла молодая девушка с парнем, или с мальчиком, с мальчиком, «Мне негде жить». И я говорю, «Заходи, будешь жить в нашем доме». Я привел ее домой. Она стриптизершей была, танцевала в баре. И я говорю жене, «Слушай, я тут стриптизершу домой привел». Я перед фактом. Это был дом жены, и как бы она должна была знать. Я ее поставил в известность, что я привел ее. Я переложил мою ответственность на жену. Вот, разбирайся теперь с этой девушкой. И эта девушка призналась, что ее мать – настоящая колдунья. Я рассказываю вам истории, для того, чтобы вы понимали, как Дух Святой работает везде. Моя мать ездит из одного штата в другой, и она делает так, что люди погибают. Я сказал, «Хорошо». через один штат, мы живем в Южной Каролине, а есть рядом штат Северная Каролина. Оттуда мне звонят от моего священника. священника. И он говорит, «Моя жена хочет поговорить с тобой». И жена этого епископа говорит, «Я была в тюрьме на посещении сегодня, и там была одна женщина, которая сказала, «Я ведьма». И что она делала так, что люди погибали. И я дала ей твой номер телефона. И я думаю, «Хорошо». У меня есть девушка, а вот то, скорее всего, ее мама. И это так и было. Это была мать той девушки. Сотни миль в другом месте. Только Дух Святой мог так сделать. Вы не могли бы так соединиться. Только Дух Святой. И когда ее мать вышла из тюрьмы, она приехала в эту область. И девушка это говорит, «Слушай, мне надо вернуться в дом к матери, забрать немного своих вещей». Понимаете, я все это время молюсь. Мы поехали. И как только мы приблизились, недалеко от дома, мать вылетела из дома. И тыча в меня пальцем. «Ты смог выгнать демонов из моей дочки, но из меня ты их не выгонишь». Я сказал, «Без проблем». Мы поговорили. Девушка взяла свою одежду. И мы стоим недалеко от машины. Я сказал, «Перед тем, как мы уедем, можно я помолюсь?» И ее мама стоит прямо рядом со мной. И она сказала, «Не прикасайся ко мне». И я сказал, «Я люблю тебя». И Иисус любит тебя. Я начал молиться. И пока я молился, она сама взяла меня за руку, за палец, за мизинец, сжала мой мизинец. Я не знаю, на сегодняшний день спаслась она или нет. Но то, что я точно знаю, что Господь позволил мне посеять семя. Он позволил мне полить немного. И после этого много-много ведьм приходило и колдунья к нам. Их привозили, и они просто получали освобождение. И получали освобождение. Много-много раз. И самая большая наша проблема, с которой мы столкнулись, это было как можно быстрее научить людей тоже это делать. Потому что это работа церкви. И я пытался научить всю церковь, чтобы они умели с этим разбираться и делать это. И вот эта часть была сложной. Гораздо легче самому связать и выгнать дьявола, чем кого-то научить это делать. Аллилуйя. Спасибо тебе, Кейспорт. Итак, мы с вами на войне. Ходатайство — это война. Это война. И всегда есть те, кто пострадавшие являются. Есть люди, которые выживают и умирают на войне. Мы столкнемся с вами с оппозицией, если будем заниматься этим делом. Вы столкнетесь с давлением. Когда вы пойдете освобождать плененных на свободу, вы будете чувствовать какие-то вещи. Поэтому нам надо быть чистыми. Поэтому нам необходимо иметь хорошее время поклонения, хорошее время молитвы. Мы должны ограждать свое сердце, когда мы ведем такого вида войну. И нам надо быть готовыми и иногда реагировать агрессивно, когда это необходимо. Победа, она уже выиграна, она уже достигнута. Нам надо ее только проявить. Когда мы разговариваем с нашим Небесным Отцом, с Богом, мы как ягнята. Но когда нам надо разбираться с дьяволом, нам надо иметь медвежье помазание. Агрессивное, жесткое, такое... Вышел! Иногда это выглядит, как будто дьявол глухой. Поэтому надо покричать. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, Дух Святой — наш помощник. Он призван быть рядом с нами, быть с нами, так же, как это было с Иисусом, как Он был с Иисусом. Он был в Его служении, во всех делах, которые Иисус совершал. Он был Его помощником. И Он призван быть нашим помощником. Это то местописание, которое мы с вами смотрели, в Иоанна 14 главе, о том, что Он призван быть вашим помощником и вашим утешителем. Он будет вашим утешителем, вашим советником, помощником, вашим ходатаям, вашим адвокатом. Он — ваша сила. И Он всегда готов. Что Он помогал Иисусу делать? Он разрушал работу сатаны. Аминь. Что Он нам будет помогать делать? Разрушать работу сатаны. Послушайте, Дух Святой — ваш источник энергии. Он — ваш источник силы. И Он не просто батарейка. Он не разрядится. Он имеет постоянную силу, вечный двигатель. Мы ничем не отличаемся от Христа, от того, что Он делал. Мы освобождаем людей из лап сатаны. и возвращаем мир неверующих людей обратно к Господу. И у нас тот же помощник. Когда мы слабые, Он силен. Когда мы не знаем, как молиться, Он знает. Сейчас вопрос такой. Кто из вас, поднимите руки, у нас исследование с учителем, кто из вас знает мультик про матроса Папайя, моряка Папайя? Моряк Папайя был своего рода героем. И у него была подружка. И там был огромный громила, который всегда пытался отобрать его подружку. И он пытался связать и уничтожить Папайя, знаете. Но всякий раз Папайя кушал шпинат. И как только он съедал шпинат, у него мышцы бах и вырастали. И он был способен побить этого громилу. Итак, поговорим о помазании Папайя. Когда вас сжимают, выжимают, выкручивают, сдавливают, прижимают, придавливают к земле. Просто знайте, что как у Папайя был шпинат, так у вас есть Дух Святой. Он никогда вас не покинет, он никогда вас не оставит. Он всегда есть для вас. Аминь. Его сила никогда не иссякает. Не силою, не могуществом. Послушайте, когда вы под давлением, первая ваша реакция естественная, инстинктивная. Так, надо выбраться отсюда. Но я вам хочу сказать, нет, это не то, что вы должны делать. Послушайте Духа Святого. Вам надо узнать мудрость и знание от Господа. Надо высвободить Духа Святого. В прошлом году, совсем недавно, я был в Африке. Жарко в Африке. И баптисты приезжают в Африку. И у них галстучки одеты на рубашечках. Люди там думают, что если у тебя галстук, ты супердуховный. Мне не нравятся галстуки. Но мой епископ сказал, ты должен носить галстук. А там было невыносимо жарко. А ты истекаешь потом и в галстуке там сидишь. И мы остановились на границе между двумя странами, между Того и Ганой. И таможенники денежек хотели. Они просто таким образом вымогают из тебя денежки. И они сказали, все, ваша машинка тут стоит. И мы сидим в этой машине, просто истекаемся потом. И никто ничего не говорит. Я сказал, нет, так не пойдет. Я выбрался. Я вышел из машины. И пять человек сидящих за партой, как столы такие, пять человек сидят. И у них армейское обмундирование. Я сказал, послушайте. И я сказал, меня не волнует, кто тут вовлечен. Мне наплевать. Но мне очень жарко. Поэтому, кто здесь тут командует ответственным, вы должны пропустить эту машину прямо сейчас во имя Иисуса. Я сказал, быстро разобрались там. И я обратно вернулся в машину. И один из них встал. Он открыл там заднюю дверь. Закрыл дверь. И сказал, едьте. Одиннадцать служителей было в машине. И они сказали, ты видел это? Никто ничего не говорил, все сидели. А мне жарко. И я хочу в отель. Поэтому снять вот этот холстук. Поэтому, дьявол, иди, мне надо разобраться в этом. Я взял власть над этой ситуацией. Аллелуя. Аминь. Благословен Господь. Господь, позволь нам использовать это помазание папайя. Аллелуя. Святой шпинат. Да, святой шпинат даст вам силу. Аллелуя. Аллелуя. Тихо. Есть времена, определенные в ходатайстве. И есть два разных времени. Есть вот это время. Обыкновенное время наше, то, по которому мы живем. Есть кронос, это то время наше, в котором мы живем. И есть кейрос, время Божье, совсем другие измерения. И его время его время — это время возможностей. Время в духе. Духовное время. Помните, Лука, 4 глава, когда Иисуса Дух Святой повел в пустыню, и он постился. Он находился в посте, и был там 40 дней. И по истечению 40 дней дьявол пришел к нему. И сказал, слушай, я тебе сейчас расскажу, как царство получить. Я тебе покажу короткий путь. Все, что тебе надо, поклонись мне. И я отдам тебе царство. Нет. Ты не голоден, Иисус? Чего бы тебе не превратить этот камень в хлеб? И он продолжал искушать Иисуса. Иисус был голоден. 40 дней без еды. 40 дней. Дьявол знал периоды времени, стратегические отрезки времени, когда появится. Я знаю, где я тебя зацеплю, там, где ты слаб. стратегически приходит в определенные отрезки времени, чтобы захватить вас. И Иисус не поддался этим искушениям. Он отвечал, написано в Слове Божьем, написано в Слове Божьем. «Человек будет жить не хлебом единым, но всяким словом, нисходящим от Господа свыше». Но Писание говорит дальше, что Он оставил его, чтобы дождаться лучшего времени, чтобы Он мог искусить Иисуса. И мы знаем, это время было в Гефсимании, когда Иисус кровавым потом истекал. Он ожидает особого вот этого отрезка времени, чтобы захватить вас. Когда вы слабы. Когда Петр Иисус сказал Петру, «Я вижу, что дьявол хочет захватить тебя, но я молюсь за тебя». На каждую атаку есть молитва. И как ходатай есть много атак, но есть множество молитв, чтобы остановить атаку. Мы останавливаем его через молитву. Вот почему вы должны быть всегда доступны. Если Дух Святой хочет, чтобы вы молились, тогда на это есть всегда причина. Он не просто не хочет, чтобы вы спали, не спали. Он будит вас, вы смотрите на часы, там три часа утра. Есть причина для этого. Молитва. Окей. Но может быть, вы не знаете, о ком. И вы тогда можете просто в Духе молиться. Может быть, это молитва о ком-то, кто находится вообще на другом конце земли. Может быть, это молитва о том, кого вы знаете, а может быть, о том, кого не знаете. Вы просто должны доверять ему. Может, вы никогда не узнаете, пока вы не увидите этого человека, или пока вы не попадете на небеса, и Иисус вам не покажет эту ситуацию. Он не забудет. Он всегда о таком помнит. Он знает, сколько волос у нас на голове. Он знает мысли и желания наших сердец. Позвольте ему считать, он не забудет. Позвольте ему считать и пересчитывать, а вы наслаждайтесь хождению с ним и пребыванию с ним. Аминь. Я передам вам много мест Писания, которые показывают разные ситуации, разные отрезки времени и работы Духа. Павел, помните, апостол говорил, молитесь непрестанно. Молитва должна быть непрестанной. Но это означает, что молитва должна быть стратегическая, есть определенные времена для молитвы. Аллилуйя. Аминь. Возьмем второй перерыв.